Книга «Открытым оком», том 1. Тема праздники. Вопрос 207. Нужно ли праздновать христианам Новый год и наряжать ёлку? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Новый год – это весьма условная дата. У разных народов она в разное время. Даже в России отмечали и 1 марта, и 1 сентября. У нас Новый год приходится в рождественский пост. Уже это одно может остановить человека от празднования чего-то. Причём тут ёлка? Все деревья голые, а ёлка зеленеет. Срубили и снова белые пустыни. Миллионы ни в чём не повинных деревцов пошли на прихоти взбунтовавшейся похоти. Это самое настоящее язычество поклонения деревьям. Книга Судей, 6.25. В ту ночь сказал ему Господь, возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего, и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нём. Ниемия, 8.15. Все до одного они бессмысленны и глупы. Пустое учение это дерево. Когда идёшь по городу через несколько дней после Нового года, то видишь, как пылают огромные костры из погибших ёлочек. Миллионы деревьев, сколько можно было бы бумаги добыть из них, стройматериала. Здесь же ровным счётом ничего. Пшик и дым. Безумие это продолжается с благословения безумных правителей, безумных исполнителей, безумных потребителей. Исайя, 24.16. От края земли мы слышим песнь «Слава праведному». И сказал я «Беда мне, беда мне, увы мне, злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски». Михея, 3.4. «И будут они взывать к Господу, но Он не услышит их, и сокроет лице своё от них на то время, как они злодействуют. Прожили год, и не было ещё смерти, посланной за нами. Поблагодари же Бога Всемогущего, Христа Иисуса, умершего за наши грехи и воскресшего для нашего оправдания. Год был вполне благословенный, зачем же его начинать смертью деревьев и безумием и злодейством?